Всем большой привет, ребята! Меня зовут Карина Аракелян, и я очень рада вновь приветствовать тебя на моём канале. Это влог, который я постараюсь сделать максимально атмосферным, но при этом не без таких немножечко грустненьких историй, потому что сейчас в моей жизни такой достаточно сложный период, и я хочу, чтобы вы были рядом со мной, потому что на данный момент очень много всего происходит, что не особо мне нравится. Но и при этом ближайшие дни будут максимально насыщенные, поэтому я решила взять вас в этот влог, так сказать, с собой. Приглашаю вас в мои насыщенные дни. Сегодня я должна поехать на маникюр. Также сегодня у меня вокал, так как я начинаю развивать свой голос, начинаю пробовать себя в новом. Также сегодня у меня окрашивание волос из рыжего цвета. Мне будут делать белый, то есть такое скрытое окрашивание. И вечером, скорее всего, я поеду на ночь к своей хорошей подруге Даше. Я знаю, как вы любите влоги от меня, знаю, как вы любите подобные ролики, поэтому присаживайтесь поудобнее, запасайтесь печеньками, вкусным чаем. Сейчас я поеду спасать свои ногти, большие пальцы у меня сломались, средний тоже. Хочу сделать обычный классический чёрный маникюр. Из своего инстаграма, кстати, пользуясь случаем, обязательно подписывайтесь, где-то на несколько дней я пропала. И сегодня один из этих дней, когда я не выкладываю абсолютно ничего, потому что у нас очень странные взаимоотношения с моим молодым человеком. У меня нет желания пока что появляться в социальных сетях. Всё ведёт к тому, что у нас заканчиваются отношения, они, похоже, уже закончились. Вот. Не буду о плохом долго говорить, просто знайте, что сегодня на эту тему я ещё не один раз вам, возможно, что-то скажу. Не забывайте ставить лайки и подписываться на мой канал, если вы до сих пор этого не сделали, потому что не подписавшись, вы пропустите очень много всего интересного и будете натыкаться на мои видео ещё не один раз. Я максимально держу улыбку, не думаю о плохом, хотя в последние дни вы не представляете, насколько мне было сложно. Об этом поговорим с вами чуть-чуть попозже. Прямо сейчас, так как на часах 9 утра, сегодня 16 июня, и я ещё не завтракала. Поэтому желаю вам приятного просмотра, пойдёмте вместе покушаем. Моё утро сегодня, естественно, началось с кофе, это я вам даже показывать не надо, потому что вы и так знаете, открываю свой холодильник. Мне прислали готовую еду ребята, с которыми я сейчас сотрудничаю, и сегодня у меня на завтрак морковные сырники с персиком и ванильным соусом. Поэтому прямо сейчас я это всё достаю, каждый приём пищи пронумерован, кушаю я 5 или 4 раза в день. Видите, тут сколько вот этих всяких коробочек, поэтому сейчас я открываю свой первый приём пищи и кушаю вместе с вами. Так, подкрепились, теперь я могу немножечко похвастаться перед вами, что наконец-то я начала вести такой небольшой скетчбук со своими воспоминаниями. И оформила уже первые две странички, точнее слева, где разворот на картонной части, и уже на самом листочке. Сейчас покажу. Меня смотивировала на это моя лучшая подруга, которой я улетала, когда мы поссорились с Рузом в Челябинск. Да, интересная история. Вот таким вот образом он выглядит на больших кольцах, 80 листов, и первую страничку я оформила вот так. Как бы воспоминания, эту мозаику собрала мне Арина. Мы с ней сидели, занимались всякой фигнёй, как обычно. Это собрала я, это мой билет обратно из Челябинска в Москву. Это воспоминания, там три фотографии. Также тут Арина мне написала секретное личное послание, которое я, к сожалению, не могу вам прочитать. И тут мой завтрак, обед и ужин. Завтрак, сырники и энергетик, обед, ролл и латте. А ужин хз. На ужин, я помню, ела какой-то батончик. Ну и вот тут всё, чем мы занимались с Ариной. Всякая лепка, когда было делать нечего. Так что такие дела, теперь я буду вести этот скетчбук. На улице сегодня 29 градусов. Блин, летней одежды у меня не так много, поэтому я хожу в своём самом любимом костюмчике. Да-да-да, ребят, сзади вещи валяются. В комнате небольшой беспорядок, потому что вчера я делала уборку и отобрала всё, что нужно постирать. Сейчас я поеду, наконец-таки, на маникюр, поэтому погнали вместе со мной. Кстати, ребята, забыла вам показать свою спину. Мне вчера поставили банки, поэтому посмотрите, как моя спина сейчас выглядит, чтобы не было вопросов, что у тебя на спине. Это всё для профилактики, так что не переживайте за меня. Всё, погнали. Вот так вот выглядит вход в мою любимую маникюрную студию. Только посмотрите, какая красивая неоновая подсветка. Сегодня мастер, который мне до этого всегда делал маникюр, не смог меня принять, потому что эти ногти мы делали, блин, 4 дня назад, и я из-за нервов сама их поломала. Поэтому я просто записалась сегодня к мастеру этой студии, и мы сделаем мне красивые ноготочки. Я захожу, погнали. У нас тут такая прям домашняя атмосфера. К Юлечке я сегодня не смогла попасть, потому что у неё курс, вот. Но другой мастер мне сделает сегодня чудесные ноготочки. Так что пока сидим, я жду, и мы начинаем. Так, с ребятки, мы сняли мой старый маникюр, сделали форму, и сейчас будем наращивать те сломанные пальчики, которые у меня отломались из-за нерва. Форма у меня будет вот такая, длина тоже, и, скорее всего, если успеем, потому что мне потом на вокал будем делать чёрные ногти. Вот, если успеем, если не успеем, то нюр. Так-с, ребят, мы всё-таки решили оставить нюд, потому что мне сказали, что чёрный цвет, а у нас ограниченное время, он может вспузыриться, поэтому я сейчас сушу свой последний пальчик, мы выровняли ногти, вот, и будем уже покрывать чем? Топом. Так, демонстрирую вам свой прекраснейший результат ноготочков. Вот такая вот красота получилась, сейчас камеру переверну. Мы покрыли всё-таки блестящим топом, чтобы ногти были не только нюдовые, но ещё и переливались на солнышке, с учётом хорошей погоды, и с учётом того, как солнечно постоянно на улице, они будут очень-очень круто переливаться. Поэтому вот такая красота получилась, нюдовенькая. Я сейчас выезжаю на вокал, и планы немножечко поменялись, как у меня это обычно во влогах и в жизни, в принципе, повседневной происходит. Я списалась с клиникой, где совсем скоро собираюсь сделать нос. Да, ребятки, я собираюсь сделать нос, а конкретно не такую прям полнейшую ринопластику, но, по крайней мере, я пока так планирую, а просто мне подправят носовую перегородку, так как она у меня кривая, я думаю, вы сейчас даже видите это дело. Из-за этого у меня постоянная заложенность носа, в особенности по утрам. Поэтому я поеду на консультацию вместе со своей мамой, и врач, который будет консультировать меня, скажет, как лучше, и что посоветуют мне сделать в этом случае. Поэтому совсем скоро Карина Аракеляна пойдёт на операцию по ринопластике. Так что вот такие вот дела. А я сейчас вызываю такси и еду на вокал. Погнали! Блин, ребят, на улице настолько солнечная погода. Я, кстати, сейчас в такси просто-напросто уснула. И я приехала за полчаса до начала вокала. Как обычно, я всех тороплю, мы из-за этого ногти чёрным цветом не покрывали. И как бы, пожалуйста, я приехала за полчаса. И у меня ещё такое сонливое состояние, поэтому я сейчас немножечко поваляюсь вот тут вот на лавочке, вот, и пойду на вокал. Такси, ребятки. Я быстренько распустила волосы. Я сейчас еду на консультацию по ринопластике. Вокал прошёл просто замечательно. Это было уже моё второе посещение. Естественно, где-то у меня не особо получается, но в любом случае я стараюсь и надеюсь, что у меня там дальше всё получится, потому что я очень хочу развиваться в этой сфере, в музыкальной. Так что, когда у меня уже начнёт прям всё супер идеально получаться, это, естественно, не со второго, не с третьего, не с четвёртого, не с пятого раза, я уже начну что-нибудь для вас готовить и очень надеюсь на вашу поддержку. А сейчас я иду на консультацию по ринопластике. Думаю, там особо нечего будет снимать, тем более из-за того, что я хожу на вокал, у меня возникли сомнения. Когда мне делать ринопластику? Ведь у меня не будет времени тогда ходить на вокал, или же, ну, даже не времени, а возможности не будет. Поэтому сейчас нужно будет с врачом об этом всём поговорить, и я поеду на крашивание волос. Вдох, выдох, вдох, выдох, выше головы. Это врождённая или была травма? Я не знаю, это было вот прям с детства, у меня плохо. Ну, значит, это и эстетика, и функционал, да? Угу. А какой хотите нос? Ну, какой-нибудь, ну, в плане не сильно его менять, как он есть сейчас, в принципе, можно чуть-чуть поменьше сделать. Угу. Может, я не делаю кукольные носы? Не, не надо мне кукольные, кукольные не надо мне. Ой, ребят, быстро я сходила на консультацию, так сразу приподнялось настроение. Я в предвкушении того, что может быть в ближайшее время, а может быть и не в ближайшее, я только думаю. Вот, но мне сказали, что у меня будет очень красивенький носик, точнее, перегородка, которая сейчас у меня кривая, и вы это видите прямо сейчас, да. Я прямо сейчас выезжаю на окрашивание волос, а перед этим где-нибудь зайду перекушу, потому что я думала, мама будет на консультации, она мне передаст то питание, которое у меня пронумерованное и лежит дома, но, как оказалось, нет, поэтому мне придется что-то купить, поэтому поехали. И решила я около места, где меня будут сегодня перевоплощать, и точнее, мою прическу перевоплощать, перекусить, поэтому я заказала себе борщ, который должен был быть у меня в третьем приеме пищи, и этот борщ лежит у меня дома, я решила заказать борщ в ресторане, и водичку еще взяла, так что пожелайте мне приятного аппетита. И я сразу выдвигаюсь. В общем, ребятки, запомните мой результат до, мы уже пробно окрашивали с моим стилистом одну прядь в белый цвет, не особо заметно, хотя нет, очень даже заметно. В общем-то, сейчас мы приступаем к окрашиванию, окрасим корни, также сделаем белый цвет вот тут, прям красивый такой, пепельный даже. И я вдруг передумаю, если такое произойдет, то цвет будет немножечко другой, но об этом чуть попозже. Так что мы начинаем. Так, ребятки, настал тот момент, когда мы уже наконец-таки окрасили корни, и красим корни моих белоснежных волос, которые мы уже, так сказать, выбелили. Вот. Получается очень красивый результат. Вы видите, я думаю, что волосы посветлели, они уже не рыжие явно стали у меня. Вот. Поэтому такой вот красивенький эффект уже виден, но дальше будет лучше. Поэтому я сижу, попиваю чаечек, и жду результат. Я блондинка? Да, прикинь. Я сам в шоке, если честно. Из черного в белый. Вообще изи. Так, ребятки, доброе утро. Следующего дня я поняла, что влог получился пока что не особо насыщенный. Сегодня мы едем на дачу, но я вам так и не показала, блин, свою прическу. Посмотрите, что получилось. Такой пепельный голубоватый оттенок. Почему? Потому что мы еще протонировали мои черные волосы, чтобы освежить цвет. И при смывании как бы немножечко окрасился белый. Именно поэтому пока что получился такой цвет, который вымоется. Но волосы уже осветлены, они белого цвета. Как бы вот, вы можете обратить внимание на этот цвет. Мне он очень нравится, но это хотя бы в миллионы раз круче, чем тот рыжий с осветленной одной прядкой. Это был капец. Вчера я просидела 4 часа на окрашивании волос. Сейчас у меня волосы просто идеально себя чувствуют. Вот результат на 8 баллов из 10, потому что я думала, что будет прям конкретно такой белый-белый цвет. Но так как он вымоется спустя недельку где-то, так как я голову каждый день мою, я думаю, что совсем скоро вы уже будете наблюдать за следующим результатом. А сейчас пока полюбуйтесь на мою причесочку, и в кадре появится моя долгожданная, любимая сестренка, которая давно не появлялась у меня в кадре. Давай, раз, два, три. А я только проснулась. Да, мы с Полиной только проснулись. Полинка, кстати, тоже покрасила волосы полностью в розовый цвет. Блин, я не представляю, как так быстро летит время, как мы меняемся. Я даже в жизни подумать не могла, что у меня будет какое-то скрытое окрашивание. Все вот так вот происходит, все в жизни вот так вот резко меняется. Полина у нас теперь тоже осветленная блондинка полностью. Волосы протонированы в розовый цвет. Вот, и у меня тоже волосы осветленные, только чуть-чуть другого оттенка. Мы сегодня... И у болотного. Эй! Все, ладно, он вымыется. Да, да, да. Короче, мы сегодня собираемся ехать на дачу, так как сегодня уже погода такая тепленькая. Завтра 30 градусов, мы договорились всей семьей сегодня поехать на дачу. Я собираю для своего скетчбука всякие штучки для воспоминаний, чтобы оформить следующий разворот. Я вам его показывала уже. То есть тут у меня все, что связано с моими воспоминаниями. Я сейчас все насобираю, соберу вещи, мы позавтракаем, и уже мы вернемся к вам тогда, когда будем ехать на дачу. Так что приятного вам просмотра уже во втором дне моего влога. Погнали! Так, ребят, мои сборы в самом разгаре. Посмотрите, я взяла с собой коробочку, в которую положила все, что мне нужно для оформления моего смешбука. Тут всякие наклеечки, воспоминания, фломастеры, двухсторонний скотч, так как клей я не буду использовать. А наш договор о дружбе с Ариной, который я тоже хочу вклеить туда. Помните, я вам показывала, она мне его дарила на день рождения. Можете поставить на паузу, прочитать, как мы с ней подписали нашу, так сказать, дружбу. Я взяла с собой обязательно инстекс, потому что хочу запечатлеть воспоминания об этой поездке на дачу. Оформлю несколько разворотиков. Вот. И сейчас пару шмоточек сложу в сумку. Кстати, сумку я никак не могу купить нормальную. Хожу с этой адидасовской, потому что это рандомная сумка, которая вообще лежала у меня дома, но никак не могу такую для путешествий купить. Сейчас буду все аккуратненько собирать. Будет оформлять смешбук. Да, я буду оформлять смешбук, потому что меня реально проперло, Полин, и я реально хочу этим заниматься. Это не знаешь, как просто творческий блокнот, это для воспоминаний, потому что очень много воспоминаний в бумажном виде, и я хочу это все вклеивать, и чтобы у меня это хранилось в одном блокнотике. Это правильно и круто, поэтому этим я займусь на природе на даче. А мы выезжаем. Мы находимся уже в машине, переместились. Тут Милка в переносочке, специальный Полинка, мама, папа ушел за матрасами для шезлонгов. Мы сейчас заехали в специальный магазин, где мы их заказывали для того, чтобы загорать, так как завтра очень хорошая погода. Вот, я уже посоветовалась, кстати, с подписчиками, на какой цвет можно поменять мой вот этот пепельный, потому что я думаю, что мне может подойти какой-то яркий, даже, допустим, красный, вишневый, было бы очень круто. И тем более на мои осветленные волосы вот тут это очень хорошо ляжет. Поэтому я думаю, что белый цвет не особо мне сейчас подходит. И я уже вижу все эти комментарии, что, Карин, тебе не особо этот цвет идет. Даже сразу чуть-чуть было лучше. Возможно, я с вами согласна. Я обязательно поменяю этот цвет и буду тонироваться в разные другие. Хорошо, что я хоть осветлила волосы. И сейчас мы уже выезжаем, точнее, подъезжаем уже, так как магазинчик, куда папа сейчас забежит за матрасами, находится по пути к даче. Как раз-таки сейчас мы уже туда приедем. Ой, ребятки, мы еще не приехали. Прошел где-то час. Мы доехали только до продуктового магазина, чтобы сейчас купить все продукты, которых не хватило еще из дома. Тут как бы трасса, такое поле уже деревенское, так сказать. Поэтому сейчас мы выходим в продуктовый магазинчик, что-нибудь прикупим, какие-нибудь фруктики, шашлык. Вот, потому что настроение прям самое настоящее лето. Кстати, ребята, это не реклама, но вы не представляете, насколько я обожаю вот эти вот напитки от Starbucks. Просто с ума сойти. Карамельная макиято, также капучино, латте. Есть латте без сахара, но тут только макиято такое. Я брать не буду, потому что это все капец как калорийно. Вот чтобы вы понимали. Короче, много тут калорий, я не нашла. Но просто знаете, что это калорийно, оно капец как вкусно. Просто с ума сойти. Такие мы с мамой корзинки набрали. Вон идет мама. Кстати, я надела кроссовки, которые еще ни разу не носила, но они как раз были куплены для дачи. Прикиньте. Я сейчас собачку выпущу. На дачу приехала собака. Мила приехала, да? Полька, только... А я чувствую себя чудесно. Прямо вот за городом. У нас полный, огромный багажник всяких вещей, которые мы понабрали. Сейчас взяли продукты, я вам показывала. Сейчас будем потихонечку заходить, но на улице и так уже очень жаркая погода, поэтому будем сейчас пить прохладительные вкусные напитки. Мы сейчас пока разбирали продукты, офигели от черешни, которую папа купил. Просто посмотрите. Они как яблоко, огромные и очень-очень сладкие. Просто с ума сойти. Какая вкуснятина и красота. Папа только что подснял всю обстановочку красивенькую. Я сейчас нахожусь на такой верандочке, где мы обычно по утрам сидим, пьем кофе. Вот так вот это все дело выглядит. Сейчас я, правда, пью не кофе, я пью энергитоз, но все равно. Так вот, утро у нас начинается, завтра я вам покажу. Я вам сейчас, ребятки, продемонстрирую, как у нас все поменялось с момента переезда на дачу, как у нас что выглядит, тем более многие просили. Внимание, это наша прихожая. Вот так вот она выглядит. Там всякие наши зимние курточки, шапочки. Это сразу же при входе гостевая комната, куда мы обычно отправляем гостей, чтобы они оставались тут. Тут еще есть такая потайная комната. Я бы хотела вообще, чтобы эта комната была моей, потому что тут такой огромный крутой гардероб. В общем, это для гостей комната. Также показываю сразу, идем мы с вами на кухню. А справа находится лестница на второй этаж. Тут слева ходит Полинка. Вот так вот выглядит наша кухня в таких голубых оттенках. Черешенька, которую я вам уже показала, счастливая или не счастливая, не знаю, Полина, сидит в телефоне. Вот, на улице очень солнечно. Тут можно обойти из кухни, сразу выйти в зал. Тут кухонный стол, если много гостей. Диванчик, на котором я люблю качаться, сидеть. Это Милкина спальная будочка. Это диванчик. Тут у нас, так сказать, камин, который загорается настоящим огнем. Правда, мы рискуем это делать часто, поэтому просто у нас существует вот такой камин. Ну и демонстрирую вам быстренько второй этаж. Веранду я вам уже показала, еще покажу не один раз. Быстренько слева вот тут наша с Полиной комната. Вот так вот она выглядит. Сейчас тут порядок, завтра уже будет беспорядок. Прямо огромная гардеробная, где ничего интересного нет. Это у нас а-ля папин кабинет такой большой. Моя кольцевая лампа тут, фотография родителей. Посмотрите, какие они красивые. Мои сладкие. В общем, и комнатка родителей. Также есть туалет. Вот комната родителей. Все в таких стразиках, алмазиках. Их фотографии. Ну и быстро показываю туалет на втором этаже. Та-дам! И вот туалет. Так что вот так вот у нас выглядит дом на даче. Ребятки, всем доброе утро. Я ничего не вижу из-за этого солнца. Я буквально только что сходила в душ. Походу чуть-чуть заболеваю, потому что состояние у меня немножечко вялое. Я оформила вчера вечером несколько разворотиков в своем блокнотике, так сказать, воспоминаниями. Сейчас вам покажу. Вот так вот он выглядит. Я наклеила наклеечку You Can. Это первые два разворотика. Можете поставить на паузу, посмотреть. Это разворотик с билетами с Русом. Наше свидетельство о заключении брака. Это наши фотки с Полинкой. Фотографии с девочками из клубов, с тату-салона, с Ильей. Билет на Бузову, воспоминания. И также вот Полинина поздравления. Это я ее сейчас сфоткала. И вот тут мотивация. Такая красота. Я, кстати, взяла с собой еще инстакс. Сейчас сделаю фотку на лежаке. Погода просто невероятная. Сегодня 29 градусов тепла, даже 30. Я обязательно сейчас буду лежать, загорать. Мое утро, естественно, началось еще и с кофе. Так что я безумно рада этому дню. Так, ребятки, прошло примерно 3 часа. И я вам хочу сказать, что придется мне завершить этот влог вот на этом моменте. Почему? Потому что мы всей семьей решились поехать обратно в город по причине плохого самочувствия у меня и у Полины. Мы чувствуем себя как-то неважно. Да и к тому же появились очень срочные дела прямо в центре Москвы, которые нужно сделать маме. Да и не только маме, мне завтра. Поэтому мы сейчас уезжаем. А я, в свою очередь, хочу сказать вам огромное спасибо, что досмотрели этот влог до самого конца. Не забывайте ставить лайки, подписываться, если вы до сих пор не сделали это. Я постаралась сделать этот влог максимально атмосферным. Поэтому спасибо вам, что досмотрели его до самого конца. И всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok